50 проектов в этом году реализовались на платформах школ и учреждений дополнительного образования. Здесь получили воплощения творческие, инженерные, волонтерские, игровые идеи и мысли. В 43-й Самарской школе в этом году работает клуб стендового моделирования. Дети своими руками создают макеты и миниатюры исторических объектов, помещая их в сюжетную композицию. Трехмерную историческую реконструкцию разворачивают на письменных столах. За основу берутся естественные материалы. Что-то мы изготавливаем самостоятельно, например, кирпич, бетонные панели домов. Ребята научились отливать самостоятельно, собрать, окрасить, придать какую-то индивидуальность, потому что там даже каждый танк имел свои какие-то особенности, потертости, знаки отличия. И ребят, конечно, это очень интересует. Когда эта история, которую они видят часто только на фотографиях, у них под руками буквально оживает, и они ее оживляют своей работой. Клуб стендового моделирования возник в школе несколько лет назад по инициативе учащихся. В прошлом году было решено рассказать об этом проекте на общегородском уровне. Форум образовательных инициатив проводится в Самаре с 2015 года. По словам руководителя городского департамента образования Ирины Каковиной, работать в инновационном режиме – главная задача. На площадке форума можно вдохновиться идеями, поделиться опытом и рассказать о своих проектах. Эти проекты уникальны. Каждое образовательное учреждение сейчас на стендовой выставке представляет результаты работы за год. Наши коллеги будут голосовать и выбирать лучшую стендовую выставку. А далее на секциях, у нас их 9, также мы будем обобщать и слушать, и говорить о том, какие результаты получили учреждения, для того, чтобы, безусловно, взять это в копилку на будущее. Лучшие по результатам форума проекты планируется внедрять в работу других учреждений образования. Ольга Павлова, Галина Топельна, Константин Головин. События.